Турецкие военные через границу обстреливают территорию Сирии из тяжелых орудий. Видеодоказательства сегодня представили в нашем Минобороне вместе со свежей сводкой о воздушной операции, в которой теперь участвуют и самые новые российские истребители Су-35. Илья Костин обо всем по порядку. Один из участков турецко-сирийской границы. Если быть точнее, речь идет о турецкой пограничной заставе, расположенной в двух с половиной километрах южнее населенного пункта Яйладага, провинция Хаттай. Местность Горная труднодоступна, как рассказали сегодня на брифинге в российском Минобороне. Наблюдение за тем, какие изменения происходят на этих позициях, сирийская разведка ведет уже достаточно долго. Несколько месяцев назад, как вы видите, не было никаких огневых точек. Мы буквально на днях получили видеокадры сирийского генерального штаба о том, что на данной турецкой заставе развернуты артиллерийские позиции крупнокалибленных самоходных артиллерийских установок. На свежих снимках видны как минимум две огневые точки самоходных артиллерийских установок. Но самое интересное дальше. Это видео, которое также было продемонстрировано сегодня в российском Минобороне, наши военные получили от представителей сирийской оппозиции. Сначала выстрелы с той же турецкой пограничной заставы. Затем, после того, как оператор совершает панораму и переводит объектив камеры в сторону соседнего ущелья, видны разрывы. Как объяснили военные эксперты, которые уже детально изучили эти кадры, огонь с турецкой погранзаставы ведется по территории Сирии. Это является неопровержимым доказательством, что турецкие вооруженные силы осуществляют обстрел приграничных сирийских населенных пунктов из крупнокалиберных артиллерийских систем. Теперь с доказательствами на руках в российском Минобороне ждут объяснений действиям турецких военных от официальных лиц в НАТО и Пентагоне. Напомню, накануне Анкара вновь обвинила Москву в нарушении турецкого воздушного пространства. Наши военные и дипломаты запросили хоть какую-то конкретную информацию. Но никаких фактических данных от турецкой стороны в течение сегодняшнего дня так и не последовало. Источник в НАТО, пожелавший остаться неназванным, заявил сегодня агентству РИА Новости, что изображения, которые якобы доказывают нарушение российским боевым самолетам сирийско-турецкой границы, засекречены. В Минобороны России, похоже, на другой ответ и не рассчитывали. Совершенно очевидно, что не от нас засекретили эту информацию, а от общественности и представителей СМИ, прежде всего западных стран и США, которых турецкие партнеры, теперь можно с уверенностью сказать, грубо использовали. Как напомнил сегодня Коношенков, на севере Сирии системой ПВО правительственных вооруженных сил, а также нашим комплексом С-400, теперь круглосуточно отслеживается обстановка в воздушном пространстве всего региона. Никаких нарушений сирийско-турецкой границы самолетами российских воздушно-космеджеских сил не было. О чем имеются исчерпывающие данные, заметьте, объективного контроля. И это факт. Более того, несмотря на многочисленные заявления турецких представителей, никаких фактических данных по дипломатическим или по любым другим каналам до сих пор никому не представалось. А та истерия, которая была развернута турецкой стороной, является не только голословной пропагандой, а имеет также отчетливые признаки спланированной провокации. Поэтому те, кто нас предупреждают о каких-то последствиях, не разобравшись в происшедшем, должны сами в первую очередь задуматься, в какой капкан их втягивают турецкие партнеры. В российском генштабе представили сегодня и новую информацию о воздушной операции нашей группировки в Сирии. Только за последнюю неделю поражены почти полторы тысячи объектов инфраструктуры боевиков в провинциях Хомс, Дамаск, Рака и Дейризор. На кадрах из Латакии видно, как в результате точного нанесения ударов самолетом Су-25 был полностью уничтожен один из опорных пунктов боевиков. А это съемка из провинции Алеппо. Там российская ударная авиация накрыла целую колонну боевиков, которые, по данным разведки, не успели в ночное время перебросить партии оружия. В провинции Хама удары наносились по нефтяным предприятиям, одному из источников финансирования террористических группировок. Всего почти 500 боевых вылетов. Впервые в боевых условиях на задание отправлены и новейшие истребители Су-35С. Отличительная черта сверхманевренность. Кроме того, поражают и их боевые возможности. В арсенале 30-мм пушка, а также 12 точек для установки ракет. Новейшая радиолокационная система на борту позволяет обнаружить цели на расстоянии до 400 километров. Вместе с новыми истребителями состав смешанной авиагруппы Воздушно-космических сил России на авиабазе ХМИМ превышает теперь 70 самолетов и вертолетов. Илья Костин, Александр Батухов, Алексей Белов, Владимир Беляев. Первый канал.